Об опасности тонировки спорят уже не первый день. Несмотря на запрет, люди продолжают ее клеить. Ищут разные способы обходить закон. В интернете продают даже съемную пленку, чтобы содрать ее в тот момент, когда остановят полицейские, а потом вернуть обратно. А на форумах делятся своими успехами в нарушении закона. Многие автолюбители рассматривают запрет на тонировку как ограничение их свободы. Сотрудники ГИБДД смотрят на этот вопрос с другой стороны. Не надо воспринимать тонировку как некий элемент личной свободы или личной защищенности. По большому счету, водитель демонстрирует свое пренебрежение к остальным участникам дорожного движения. Все эти отговорки, что я езжу в солнцезащитных очках, поэтому нельзя затонировать стекло. Это все, вы понимаете, на уровне детского сада. Реально сложности есть у водителя с получением информации. Как признаются сами сотрудники ГИБДД, штраф, а это не менее 500 рублей, действует далеко не на всех. Многие занимают принципиальную позицию и отказываются соблюдать закон. Возможно, не понимая, что при повторном нарушении они могут получить до 15 суток ареста по решению суда. Во многом здесь, опять же, мы говорим о правовом нигилизме, то есть не зная туристической ответственности, я постарался сейчас, опять же, посредством и средств массовой информации донести именно хронологию наступления ответственности и довольно-таки серьезные их последствия. Но мы при надзоре ежедневно где-то порядка 30-50 нарушений выявляем. В среднем за плановые такие мероприятия, это порядка 200-250 нарушений. На этом небольшом участке на площади Синой за пару часов поймали больше 20 человек. Нарушители с нами общаться отказываются или общаются крайне неохотно, что, в общем, понятно. Кто-то вообще закрывается в машине. Кроме тонировщиков останавливают маршрутки. На лобовом стекле многих флажки, бабочки, подковы, диски. Встречаются даже очень нежные вещи. Предписание убрать все лишние предметы водители исполняют сразу же. И в отличие от любителей ездить в темноте, недовольства не выражают. Некоторые граждане считают, что копать надо глубже. И штрафовать не самих водителей, а фирмы, которые тонировку на машины устанавливают. Надо вести проблему с теми людьми, которым разрешено, выдается вот это разрешение на все это хозяйство. И их надо наказывать, чтобы они четко знали, что задние можно тонировать, а передние нельзя тонировать. Полностью победить тонировку не получится. Это понимают и сотрудники ГИБДД. Но подобные акции будут продолжаться. Закон отменять никто не планирует. Роман Рахимов, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.